Приветствую вас. Трейдеры в Грузии продали свои криптовалюты по курсу в 100 раз выше рыночного. Одна запятая едва не сделала богачами жителей Грузии. Пользователи биржи криптовалют Coinbase воспользовались ошибочным курсом грузинского лари на платформе. 290 лари вместо 290 лари и начали срочно продавать свои криптовалюты. Ошибка просочилась по вине разработчиков в ходе планового обновления. Вчера, 3 сентября, на окраине Батуми, недалеко от железнодорожного вокзала, началось строительство искусственного пальмового острова в Черном море. Архипелаг искусственных островов у побережья Батуми будет похож на дубайские пальмовые острова, на которых будут расположены 100 вилл, гостиница на 500 номеров, учебные заведения, аквапарк, яхт-клуб, набережная, торговые центры и т.д. Грузия готовится к присоединению к единому платежному пространству в Европе, СЕРА, и нашим гражданам не будет необходимости использовать банк-корреспондент или посредника для перевода в ВС. Венгерский лоукостер Визейр в ближайшие годы расширит свою деятельность на авиаринке Грузии. В настоящее время авиакомпания осуществляет регулярные полеты из Кутаиси по более чем 20 направлениям Европы. Молодой грузинский гребец Александр Типцевацци преодолел 500-метровую дистанцию за 1 минуту и 53 секунды на чемпионате мира среди юниоров и уже является двукратным чемпионом мира. Грузинский футболист Хвича Кварацхелия стал рекордсменом итальянского Наполи, забыв 5 мячей в серии А. В Италии стартовал чемпионат Европы по парадзюдо. Дзюдоисты сборной Грузии уже завоевали одно золото, одно серебро и одну бронзу, а сегодня выступят еще трое парадзюдоистов. Паралимпийское дзюдо для слепых и слабовидящих спортсменов. Здесь дзюдоисты начинают соревноваться, удерживая друг друга за кимоно. Если связь нарушена, спортсмены возвращаются в исходное положение. Власти Грузии не собираются вводить визовый режим для граждан России. Удачи всем вам! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!